Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы находите время посмотреть наши передачи. Для нас всегда большое благословение служить вам. Я верю, что само служение Российской Церкви – это возможность достичь людей Божьим Словом, где бы они ни находились. Не важно, где вы находитесь сегодня, важно то, что Бог не останавливает свою работу. Мы сегодня живем с вами в уникальное время, когда Божье Слово может прийти в жизнь и в дом каждого человека. Хочу пригласить вас, поделитесь со своими друзьями, знакомыми о наших передачах. Пусть больше будет зрителей, пусть больше будет людей, которые будут слышать Божье Слово. Таким образом, мы вместе будем прославлять Бога. Мы молимся и мы дорожим вами. Спасибо вам. Блази вас Господь. Часто мы становимся судьями для кого-то. Часто мы меряем кого-то, кого-то испытываем, на кого-то смотрим, кого-то находим недостойным. Мы возмущаемся, почему Он здесь. Мы даже порой возмущаемся и доказываем, что, знаешь, вот там вот люди лучше, чем в церкви люди. Вот в церкви люди не очень хорошие, они не очень добрые, они не очень порядочные, они не очень отзывчивые, и все, что угодно. Мы обвиняем в том, что у них любви нету. Мы обижаемся на этих людей. И мы можем составить целый список недостатков людей, которые окружают нас. Но, наверное, каждому из нас нужен Нафан, который пришел бы и рассказал бы, слушай, а вот как ты думаешь, христианин каким должен быть? О, ты знаешь, христианин должен быть отзывчивым, христианин должен быть милосердным, христианин должен прощать, христианин должен любить, христианин должен не пройти мимо, христианин должен позаботиться. христиан и мы составляем целый целый огромный список того какой должен быть христианин хороший и вот нафан говорит нам дальше слушай а что делать вот с такими с какими скажи не прощает не может просить о как он может быть христианином уже а как вот быть с тем которые осуждают о но это качество она вообще не не достойно христианина а как вот с теми которые сплетничают о ком-то он у христиане такое не могут делать а завидуют о ну извините мы же где мы в церкви или где о чем вы говорите это вообще не должно иметь место а те которые сравнивать себя и ставить себя выше чем другие но вы знаете это не по-христиански библия лишь нужно себя ниже поставить и человека возвысить вот ты такой молодец ты все тесты на 5 сдал но одна проблема тесты хорошо знаешь а вот все о чем мы перечислили это ты лично как быть с тобой вы знаете это да да ведь приходит в дом господин наверно священник говори знаешь давай об этом не будем говорить давай это пусть останется при тебе пусть останется с тобой давид падает пред лицом господнем и открывает богу сердце свое называет вещи своими именами и я уверен только поэтому бог назвал его человека по сердцу своему потому что он не был идеальным он был очень искренней с богом и спустя уже много лет ты более трех тысяч лет когда бы ты не приехал в израиль давид это будет одно из самых почитаемых уважаемых мест это царь которого чтят они уже на протяжении многих тысячелетий как это получилось у этого человека который был с недостатками который был не идеальный у которого была масса проблем почему он вошел в историю как тот который исполнил желание и растение сердца бога оказывается бог не рассчитывает на нашу идеальность но бог рассчитывает на нашу искренность бог не рассчитывает нас что мы будем знаете беспятная порока поэтому он оставил для нас служение освящения поэтому библия говорит что когда мы приходим пред лицо господня то что мы должны делать смотрите деяние апостола где апостол павел говорит 13 глава 22 сих а трену его поставил им царем давида которым и сказал свидетельствуя нашел я мужа по сердцу моем давида сына и сева который исполнит все катения мои вот интересную оценку дает ему апостол павел спустя тысячу сто лет человек божий который знал бога который переживал бога который хорошо знал историю давида который знал хорошо его все дела поступки бог призрел на него и он сделал то чтобы ухотел и он был человеком по сердцу бога у меня вопрос если бог заключил с нами завет если бог записал нашим окне у жизни как вы думаете шел ли у нас достойными его захотел ли он увидеть нас частью его невесты возлюбленной приготовленной освященной или он посмотрел и сказал наш сын отец совместный послал на нас с вами сказано наш сын вот на такой ты точно не женишься вот с такой ты точно дело не будешь иметь а представьте сын иисус приходит и показывает нас всех с вами говорит вот эта невеста моя возлюбленная я я хочу умереть за него я люблю и так сильно что дам свою жизнь за нее эти с ними смотрят на нас с вами и сынок за кого умирать за что умирать ты о чем говоришь а сын грит она достойна она с недостатками на на с недостатками но я приготовлю ее она искренняя да она не идеальная да она грешная да она не святая да она с проблемами она с трудностями она с недостатками но я буду работать с ней то что она искренно она способна изменяться на способна услышать меня вот представьте ту женщину на которой оси я женился то есть я приходит к ней все знают что он пророк она знает что он пророк он приходит к ней слушай выходи за меня замуж я думаю что она просто подумала ли пророк с ума сошел или у сне кто-то сон стороны снится вы знаете не написано что она продолжала быть такой для нее это была великая милость от бога и наверно мы грешники недостойно иисус приход к нам протягив свою руку и говорит слушай я хочу быть завете с тобой я хочу чтобы мы разделили вечность я хочу заботиться тебе я хочу помогать тебе бог надежать знаешь какой я да я знаю я знаю ты намного хуже чем ты думаешь себе ты о себе думаешь намного лучше то что я знаю все твои недостатки я знаю все твои недостатки но ты по сердцу моему я избрал тебя я хочу разделить вечность тобой и господь оставляет для нас посланник коринфянам бы я самого господа прямо то что он передал что господь иисус ночь которую предал был взял хлеб возбодрил преломил склад примите идите сесть тела мы за вас умеет все творите мы вспоминания даже чашу после вечера скал чашешься есть новый завет моей крови все творите когда только будете пить моего вспоминания и здесь дальше ибо всякий раз когда вы едите хлеб си и пьете чашу сию смерть господня возвращать и доколе он придет поэтому кто будет есть хлеб или пить чашу господни на сон и виной он будет против тела крови господней до испытывать же себя человеке таким образом посесть от хлеба всего пьет из чаши сей ибо кто если пьет недостойно тот если пьет в осуждение себе не рассуждая о теле господнем это многие из вас немощны больны и немало умирает ибо если бы мы судили сами себя то не были бы судимы будучи же судимы наказываемся от господа чтобы не быть осужденными с миром и здесь апостол открывает для нас перспективу отношений с отцом другими словами господь говорит слушая я знаю что ты недостоин я знаю что у тебя есть недостатки я знаю что у тебя есть проблемы но я рассчитываю на твою искренность я не рассчитываю на твою праведность я не рассчитываю на твою святость и не рассчитываю на твою идеальность но я рассчитываю на то что ты будешь человеком по моему сердцу ты будешь искренне со мной как давид был со мной искренней ты будешь честно со мной как давид был со мной честный знаете вот с людьми он мог себе позволить все что угодно и правильное неправильное хорошее плохое а с богом он не играл с богом он очень искренне поэтому из истории он входит как человек по сердцу бога который исполнил хотение желания бога почему он был настоящим с богом у меня вопрос как мы смотрим на себя мы наверно на себя смотрим как на пророков мы такие хорошие люди плохие на правда жизни мы на стороне той недостойной ты хочешь быть успешным ты хочешь быть благословенным ты хочешь быть человеком по сердцу бога тогда писание риты должен быть искренним прежде чем будешь принимать это поговори с богом 50 псалом да ведь приходит в храм господин и молится и эта молитва не оправдание эта молитва не обвинение кого-то эта молитва не просьба господи да чтобы у меня все было и мне за это ничего не было это не молитва знаете какого-то важного человека это молитва сокрушенного сосуда он говорит господь ты бог который видишь ты бог который знаешь ты сокрушенное сердце окропи меня и сопом буду чист омой меня и буду белее снега сердце чистое сотвори во мне боже дух правый обнови внутри меня не отвергни меня от лица твоего духа святого не отнимет меня возврати мне радость спасения твоего духом владычественным утверди меня научу беззаконных путям твоими нечестивые к тебе обратятся избавь меня от кровей боже спасением его язык мы восхвалит правду твою господи отверзни уста мои уста мои восхвалят хвалу твою почему был безмолвии не мог ничего говорить понимал что грешник что виноватый бог прикоснись бог измени бог прости бог окропи бог освети очисти я уверен что бог не отверг его только потому что вот он видел его сердце видел его жизнь мы можем по-разному относиться к своей жизни мы можем себя оправдывать а можем себя винить можем себя чувствовать достойными можем чувствовать себя недостойными но я уверен что бог оценит твое искреннее сердце послушайте бог приготовляет нас для вечности такими какие мы есть нам не нужно быть лучше или хуже чем мы есть нам нужно такими как мы есть настоящими приходить при престол его благодати у которого достаточно благодати чтобы очистить нас достаточно благодати чтобы вместить нас достаточно благодати чтобы осветить нас настолько чтобы мы стали достойными чтобы убелить нас настолько сильно чтобы он увидел нас невесту которая без пятна и без порока я уверен что когда оси пришел к этой женщине он не рассчитывал на ее какие-то знаете заслуги или наоборот какое-то ее чувство вины он рассчитывал на ее искренность он принимал ее такую какая она была рассчитывая на то что все изменится в ее жизни принимая ее он освещает ее он защищает ее она становится женой его и не важно что скажут люди не важно какое будет общественное мнение не важно что напишут об этом газеты как мог такой святой человек который разговаривает с богом жениться на такой с которой нормальные люди разговаривать не хотят а ему все равно почему потому что он знает что он делает и может быть знаете и про тебя и про меня могли бы сказать как бог может иметь дело с такими людьми они же не достойны они же не могут быть почему потому что то люди они смотрят с точки зрения своего субъективного взгляда а бог настолько объективен бог настолько оценивает человека что в самом неперспективном из нас видит великую перспективу в самом недолгонадежном из нас видит возможность сделать нас достойными себя оцениваем ли мы это понимаем ли мы это принимаем ли мы это если мы хотим возрастать в боге нам придется искать силу и поддержку от него нам придется молиться нам придется быть искренним нам придется изменяться нам придется позволить богу очищать нас освещать нас если мы планируем проводить с ним вечность а я уверен что каждый здесь присутствующий и те кто с нами сегодня через онлайн они искренны в том чтобы разделить вечность богом мы хотим это это мечта наша это желание наше и мы понимаем что с точки зрения перспективы людей есть намного лучше люди чем мы если много умнее если много красивее есть намного может быть по прелези чем мы но бог презрел на тебя почему он ожидает от тебя твоего искреннего отношения и вот наша искренность справляется вот в этом служении когда мы приходим такие как мы есть и позволяем богу очистить нас и стать лучше чем мы есть и позволить богу изменять нас каждом каждой встрече с ним я уверен что когда мы проходим через это в этом бог являет свою великую милость и свое великое доверие к нам том что я в завете с тобой я принимаю тебя я люблю тебя я искренне с тобой и ожидаю это уже от тебя что ты больше искренне со мной чтобы уже открывать свое сердце чтобы уж признавать свои ошибки что будешь признавать свою неправоту будешь признавать свою греховность а я бог буду работать с этим, освящая тебя, потому что я в завете с тобой. Я хочу разделить с тобой вечность. Давайте мы встанем. И мы сейчас помолимся. Знаете, пусть в этой молитве не будет того, что, знаете, обычно в наших молитвах «Дай мне здоровье, дай мне силы, дай мне денег, дай мне мужа, дай мне жену, измени мою жену, измени моего мужа». А пусть это будет время, которое мы проведем искренно с ним. Представьте, что вы на месте той женщины, которой пришел Осия и говорит «Слушай, выходи за меня». Я уверен, что в этот момент ее сердце было сокрушено. Представьте, сам Иисус приходит к тебе, протяливает тебе свою руку и говорит «Слушай, я хочу разделить с тобой вечность». И ты внутри понимаешь, Он знает все про тебя. Тебе не нужно, знаете, прихорашиваться, приукрашиваться, идти пытаться как-то впечатлить его, потому что у тебя будет встреча с Ним. Ты вот такая, как ты есть, и Он знает про тебя все, но Он постучал в твою дверь. Он сделал тебе предложение, Он протянул тебе свою руку. Ты смотришь на эту руку, и это рука, которая была пробита за тебя. Ты смотришь и думаешь, за кого ты страдал, за кого тебя мучили, значит, слушай, за тебя. За меня точно такой, как ты не должен был страдать. У тебя точно не достоин того, чтобы вот такой, как ты вот страдал. не за меня надо было, за кого-то хорошего, за меня нет. Нет, я за тебя. До смерти. Потому что я полюбил тебя. Настолько сильно полюбил, что пришел в твою жизнь. Господи, ну у меня соседи, они получше, они поприличнее, они как-то по... Не-не, я пришел к тебе, я не ошибся адресом. Я пришел к тебе. Да мне принять тебя негде. А я, знаешь, не пришел смотреть на то, что у тебя есть. Я пришел с тем, что у меня есть. Он обнимает тебя. Он прижимает тебя к себе. Говорит, а теперь ты мой. Знаешь, Иисус, ну ты ни с кем не говори обо мне, потому что люди тебе такое расскажут. Знаешь, я все знаю. Мне все равно, что про тебя скажут. Ты мой. И в это время, время ли играть с ним? Время ли его пытаться впечатлить, когда он знает все? Время ли его обманывать, когда он пришел в мою жизнь и принял меня таким, как я есть? А что ты хочешь от меня? Знаешь, я хочу от тебя только одного. Будь искренен со мной. Будь со мной искренен. А все остальное я возьму на себя. И вот это служение, это и есть служение искренности. Служение нашего отношения к Нему, нашего почтения к Нему. Нас с недостатками, с трудностями, с вызовами, с проблемами, пришедшими к Нему. Потому что он не человек. Он оценивает людей по-другому. И может быть, ты стоишь и думаешь, Господи, ну, если бы люди знали бы, меня, может, и не пустили бы и сказали бы, не достоин. А Бог говорит, я знаю, но ты достойна. Я знаю, и ты любима. Я знаю, и ты моя. Я хочу быть в завете с тобой. Меня зовут Грант. Мне 29 лет. Родился в Грузии. Потом отец с мамой переехали в Россию. Со второго класса жил в Сыктывкаре. Отучился. Получил средне техническое образование по специальности ветеринарный фельдшер. С молодости начал употреблять наркотики. За 9 лет я раз, наверное, 10 лежал в наркологии. Родители, не зная, как поступить, уже хотели меня отвезти к каким-то знахарям тут, к каким-то в деревне, к какой-то бабке там, которая заговорит тебя и ты никогда колоться не будешь. Очередная судимость закончилась сроком. Отсидел, вышел. Пока сидел, вроде бы не хотел употреблять. Вышел, начал употреблять. Где-то за несколько дней до моего покаяния я передознулся очень сильно. Меня нашли уже буквально там все, уже не дышал, пульс уже не прощупывался. А одна сказала, давайте, ну, как-то попробуем его откачать. И меня откачали, слава Богу, как-то Бог вернул меня. Вот. И потом, через буквально какое-то очень короткое время ко мне пришел вот этот вот парень, его звали Коля. Рассказал о том, что он был наркозависимым. Он рассказал о том, что он то же самое переживал. Он понимает меня прекрасно, мою боль. Очень короткое время прошло, и я принял решение поехать в репцентр. Приехал в репцентр, за меня помолились. Первую же ночь я спал чудесно и прекрасно. Ломок не было. Это для меня было таким свидетельством. Я всегда верил, что Бог есть. Потом Бог исцелил меня. У меня была очень сильная аллергия, очень сильная на сенную пыль. У нас был колхоз, такая небольшая ферма своя, там несколько телят, что-то поросят, какие-то курицы, и там сено. Я задыхался. Один раз чуть вообще еле выполз там. И где-то через два месяца моей реабилитации я пообещал Богу, что куда он меня пошлет, я туда пойду, и что хочет, чтобы я делал, я буду делать. И через месяц из Сыктывкара меня отправили в Печору. Я приехал в Печору, здесь было 52 градуса мороза. В свое время здесь было очень много колоний, сидели такие люди здесь, даже как первый премьер-министр Израиля, Минахим Бегин, здесь сидел в свое время, мост строил железнодорожный. Много верующих здесь сидело. Иван Ефимович Варанаев сидел где-то здесь, на реке Печора. Начали проповедовать Евангелие, еще раздавать какие-то газеты, Евангелие с этим братом. Люди начали приходить, старые люди вернулись, кто был, новые начали приходить. Иван Ефимович спустя два года женился на самой чудесной девушке на земле. Она была из церкви города Сыктывкара, там в прославлении. И она мне говорит о том, что давай помолимся за приезд Эдуарда Анатольевича к нам в Печору. Я, зная здесь все вот это вот, что дорога отсутствует, что самолеты не летают с Москвы, что поездом, наверное, говорю, Эдуард Анатольевич не ездит. Поэтому, Лен, тут он к нам никогда не приедет. Я ей рассказывал, 10 минут рассказывал, что он к нам не сможет приехать. Это нереально и невозможно. И я, как сейчас помню, 15-й год, 1-го апреля, 3 часа дня ко мне звонит наш епископ Павел Георгиевич Кудров и говорит, что к нам едет Эдуард Анатольевич Габенко. Я еще подумал, что это шутка. Более того, когда я своим здесь в церкви начал объявлять, что братья у нас тут, начальствующий епископ приехал, потому что 1-го апреля все думали, пастор, ты шутишь. Но он приехал, молились за нас, помогли нам. В июне месяце приехала команда «Год для Иисуса». Конечно, потрясающее служение, потрясающее слово. У нас в церкви было где-то 20 человек. Буквально меньше года прошло, и мы собираемся 35-38, там бывает до 40 человек приходит. Мы сейчас будем заниматься социальным служением, хотим начать репцентр, в этом году молимся. Вообще, мое видение, у нас есть отдаленные поселки от города, и мое видение, чтобы в этих поселках начинать церкви. Туда там прилетает вертолет весной и осенью, продукты им привозят на вертолет. И вот эти вот деревни, я узнавал, в этом году мы ездили, там мы с местными общались, там нет ни православной церкви, там нет ни еговистов, там нет вообще никого, евангельской церкви там вообще нет, тем более нет. Мы с моей женой верим, что Бог может сделать гораздо больше, чем есть сегодня. Поэтому и служим, поэтому и попаваем, поэтому и делаем что-то для него, несмотря ни на что, преодолеваем все трудности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok